Здравствуйте, дайджест значимых событий недели на Активатике. В прошлом выпуске мы рассказывали, как в Химках, в районе Сходни, активисты остановили вырубку леса на месте, где застройщик пытается возвести многоэтажки. Эта история нас взволновала, и мы занялись расследованием, что же там на самом деле происходит. Как оказалось, ночной волк, байкер Вячеслав Нырков, который приезжал, чтобы утихомирить активистку, имеет непосредственное влияние на власть в городе Химках и на то, чтобы застройка продолжалась вопреки даже решениям Верховного суда. Дело в том, что жить в этих домах будет невозможно из-за опасного для здоровья уровня шума от аэропорта, что установила экспертиза и подтвердил Верховный суд. Тем не менее, решительную документацию чиновники выдали. Как показывает расследование, за выдачей разрешения, которое было невозможно по суду, торчат уши местных ночных волков. В Химках вот уже несколько лет работает лоббист интересов застройщиков Вячеслав Нырков. Мэра меняется, а этот человек так или иначе остается. Вячеслав Нырков в большинстве общественных слушаний на каждое выступление несогласных жителей выдает развернутые комментарии о том, почему проектировать коммерческую стройку поверх частных домов и земель в частной собственности – это хорошо, нормально и правильно. Кстати, предыдущий мэр Химок, Владимир Слепцов, противостоял такой позиции Ныркова. Но против мэра застройщик начал агрессивную пиар-компанию. В то же время строительный решала Вячеслав Нырков ушел в тень и возглавил местное отделение запутинского байкерского клуба «Ночные волки». В 2016 году мэр в Химках сменился. На пост главы города заступил уроженец Луганщины Дмитрий Волошин. После чего байкер Нырков всплыл и прямо-таки поселился в кабинете вновь пришедшего мэра. Сейчас Нырков занимает пост советника по строительству. Несколько лет жители Сходни живут в страхе. На участках их домовладений неоднократно возникали пожары. Между участками ИЖС то и дело пытаются воткнуть многоэтажные дома, нарушая не только генпланы кадастр, но и права собственности на землю. Новый мэр кормит жителей обещаниями, что найдет участки под строительство так, чтобы не вырубать деревья и не посягать на частные земли. Но по всем действиям застройщика становится понятно, что выданное вопреки судебному решению разрешение на строительство многоэтажки в лесу никто отменять не планирует. И все это делается якобы ради дольщика. А теперь представьте себе тихую, умиротворенную буддистскую Бурятию. Там разгорается нешуточный скандал в одном из районов, и во главе этого бунта встали директора школ. Правда, это теперь уже бывшие директора школ. Их уволил из мести новый глава, за которого они отказались на выборах агитировать. Уволенные директора школ объединились, чтобы добиться отставки главы Яровнинского района Цидинджапа Шагдарова. И для того, чтобы им вернули их должности. Скандал разгорелся в 2016 году, когда коллективы учителей во главе с директорами публично отказались поддержать Шагдарова на перевыборах на руководящий пост и агитировали за его оппонента Сергея Циринджапова. Глава района переизбрался и устроил возмездие. За год 8 из 14 директоров школ были уволены. Район, в котором глава поступил, мягко говоря, некорректно в отношении так называемого своего административного ресурса, встал на ДБУ. Там объединившиеся директора заявляют о проведении митингов, добиваются смены руководства района. Митинговать им не дают республиканские власти, постоянно выходя с ними на диалог. Дело затягивается таким образом, но уволенные главы школ обещают стоять до конца. В движение СтопГОК 9 ноября поступили обнадеживающие новости о том, что одному из лидеров активистов позвонил сам президент России Владимир Путин и сообщил, что он в курсе проблемы. А проблема в том, что рядом с Челябинском строится горнообогатительный комбинат, который нарушит экологическое состояние окружающей среды, и жители против этого строительства. Русская медная компания в то же время продолжает строительство, не желая слышать граждан. Путин дал поручение губернатору Челябинской области Борису Дубровскому встретиться с представителями движения СтопГОК для совместного поиска выхода из ситуации. И губернатор организовал встречу активистов и представителей русской медной компании. Губернатор предложил создать список проблем и список экспертов, которые смогут начать их обсуждение. Но у активистов этот список давно готов. Одно из первых требований в нем – это полное прекращение всех работ по строительству объектов Томинского ГОКа. Разумеется, в русской медной компании настаивают на безопасности проекта. Поэтому говорить о том, насколько эффективным оказалось вмешательство президента, пока рано. В Петербурге на митинг на площади Ленина, возле памятника, где Ильич стоит на Броневичке, собралось около полутысячи человек на митинг в поддержку образования и науки. Казалось бы, ничего страшного вроде бы не происходит, но просто вся остальная Россия не в курсе того, что творится в Петербурге с образованием и наукой. Активисты на митинге потребовали большей автономности для учебных заведений, без которой невозможно качественное образование. Они требуют прозрачности в назначениях на руководящие посты в сфере науки и образования. Требуют оставить самостоятельным учреждениям российскую национальную библиотеку, которую хотят слить с Российской государственной библиотекой в Москве. Также требовали оставить в покое Европейский университет, которому, скорее всего, по политическим мотивам не выдают лицензию, у которого отобрали здания. ВУЗ, занимавшийся перспективными исследованиями и прогрессивными обучающими курсами, вынужден был распустить своих студентов и аспирантов, не имея возможности продолжать свою деятельность. Митинговавшие просили прекратить строительный беспредел вокруг Пулковской обсерватории. Глава обсерватории отдал земле учреждения под жилую застройку, что делает невозможным научные наблюдения. Культурная столица скатывается к декультуризации и клирикализации, что было отмечено представителями активной общественности Петербурга. Жители Московской области всю неделю в различных районах противостояли строительству мусоросжигательных заводов в Подмосковье. 16 ноября возле Московской областной думы прошло пикетирование в поддержку референдума по поводу строительства мусоросжигательных заводов. Муниципальный депутат Дмитрий Трунин выступил на заседании областной думы за проведение референдума. Дадут ли народу изъявить волю по этому поводу, мы узнаем в следующих выпусках. Спасибо, что вместе с нами интересуетесь тем, что действительно важно для России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова